По легенде, возгорание в 19-й школе произошло на третьем этаже в кабинете химии. По сигналу автоматической системы оповещения, учащиеся без промедлений вышли на площадку. Время эвакуации не должно превышать 5 минут. Ребята справились за 2 минуты 40 секунд. Правилам пожарной безопасности детей здесь обучают с начальных классов. Когда работает сигнализация о пожарной тревоге, нужно спокойно начать одеваться, не брать вещи, построиться и выйти на площадку. Ни в коем случае не надо паниковать, толкаться. Это может привести к плохим последствиям. После эвакуации самым любознательным спасатели рассказали об устройстве пожарной машины. Учебные тревоги – это лишь часть проверки состояния противопожарных систем учебных заведений в преддверии Нового года. Чтобы праздник не привел к трагедии, к нему необходимо основательно подготовиться. В ходе подобных рейдов инспекторы проверяют, насколько соблюдены правила пожарной безопасности при установке и украшении новогодней ели. В 19-й школе торжества пройдут с 25 по 27 декабря. Главную елку пока не установили, но искусственные уже украшают фасад здания и фойе. Инспекторы напомнили, что ель необходимо установить на твердом основании. В ветви не должны касаться стен и потолка. А в украшении не стоит использовать легковоспламеняющиеся материалы. В помещении, в котором проходит праздничное мероприятие, предполагают, что в нем будет находиться большое количество человек. То есть должно быть не менее двух эвакуационных выходов из данного помещения. Дополнительно в данное помещение на время проведения праздника оборудуются дополнительные огнетушители. Огнетушители стоят в месте проведения новогодних утренников. Обязательно, чтобы дети не были в легко воспламеняющихся одеждах, чтобы на их костюмах никаких этих элементов не было. В ходе рейда инспекторы отдела надзорной деятельности также проверили наличие эвакуационных выходов и первичных средств пожаротушения. Замечаний не возникло. А главное, а главное, должны все лететь знать. Спички летят в ней, игрушка в ней не надо брать. Это уже воспитанники 53-го детского сада. В игровой форме дети повторили правила безопасности. Но главное, что интересовало гостей, знают ли они, чем украшать новогоднюю ель. Я достала игрушку, куклу из резервы. Кукла из резервы останется в конзине. Можно украшать новогоднюю елку стеклянными такими шарами. Нельзя украшать елку бенгальскими огнями, свечами, лошадками, картонами. Наши внеплановые проверки показали, что и детский сад, в котором мы были с утра, и данная школа, они готовы к проведению праздника. Нарушений выявлено не было. Такие рейды сотрудники МЧС совместно с представителями Добровольного пожарного общества будут проводить ежедневно, чтобы ни один из праздничных утренников не обернулся трагедией. Дина Калединова, Александр Поддубный. К этому часу. Белгород.